привет всем сегодня будем готовить цыпленка нам надо его сейчас данный момент порезать так вот берем хороший нож все косточки сделан чтобы наизнанку мог вывернуться теперь нам надо его посолить поперчить сделан такой вот засольчик небольшой перед приготовлением за несколько часов черный перец вкуснятина неимоверная будет ребят переворачиваю то же самое делаем с другой стороны солим натираем подмышками все крылышки смотрите она как гнется в разные стороны это нам понадобится обязательно перчим и отправляем в тазик и пусть оно лежит пару часиков очистил чеснок я в итоге получаю сколько 5 штук где-то 6 и нам надо мелко-мелко нашинковать его нашинковал ребят мелко теперь отправляем в емкость с водичкой добавляем соли туда добавили соли теперь добавляем подсолнечное масло с добавлением оливкового я использую не обязательно у кого какой есть там надо чуть-чуть добавить совершенно сейчас размешаем все это дело и отставим в сторонку пусть оно это дело наше настаивается а мы переходим к следующей процедуре пришло время ставить на огонь наш казан сейчас добавим туда масло подсолнечного с добавлением оливкового ну ребят я вот такой у меня было я не факт что этим им только пользуюсь разными пользуюсь просто было что под рукой то и взял сейчас чуть-чуть под нагреется и добавим мы туда сливочного масла чуть-чуть под нагрелась добавляем сливочного масла не за ли сколько грамм 50 наверное может чуть-чуть побольше и пусть она растапливается пока она растапливается тем временем будем борта нашего казанка смазывать ладно пусть топится потом смажем масло наше зашкварчало сейчас его перемешиваем и борта смазываем казанка нашего с перевернем чтобы поравномернее было подождем чтоб получше раскалилась и начнем дальнейшую процедуру ребят под нагрелась чуть-чуть и теперь кладем туда нашего цыпленка и готовим до к румяной красивой корочки заметьте до красивой корочки периодически будем посмотрим у меня огонь неравномерный придется нам чуть-чуть поворачивать тазанок по мере нагревания чтобы было все равномерно у нас прошло какое-то время небольшое надо перевернуть ребят делаем все на среднем огне на большом не надо иначе может подгореть прошло минута 4 где-то теперь пора нам перевернуть ее ребят надо прогреть и как раз сейчас нижняя сторона там есть куриный жир и он чуть-чуть растопится и добавит вкуснятина в итоге ребята у меня по-другому не могу сказать где тот свой сок как бы жирок вот этот куриный прошло пару минут повернем сторону и будем ждать снова пусть она поджаривается прошло где-то около двух минут повернем опять теперь можно подсмотреть что у нас там получается ох ребят красота какая лепота меня других слов нету пусть дальше жарится видите а голыми руками беру это в принципе ничего страшного мы все дело бы готовим в процессе покажу прошло еще минутки три где-то 2 можно перевернуть я поставил на огонь зашкварчал очень сильно надо повернуть прошло еще пару минут повернул другой стороной ребята если кто не понял я поворачиваю из того то что по воздействию огня потому что огонь у меня не по всему мангалу только из-за этого прошло еще пару минут посмотрим что у нас там ох ребят красота такая кладем на другую сторону ребят пока все это греем греем и чуть-чуть поджариваю им может чуть-чуть подвинуть сюда не отпуск особо такая специальная пришло время повернуть в другую сторону прошло еще минутки 3 можно перевернуть опять ее на другую сторону наш цыпленок разогрелся сейчас повернем его и посмотрим что у нас какой цифрух ребят еще чуть-чуть и уже будем скоро продолжать другую процедуру наш цыпленок он полностью зашкварчал со всех сторон можно теперь посмотреть что у нас там ох ребят красота неописуемые переворачиваем в другую сторону прошло еще минуты 3-4 переворачиваем опять это горячо становится даже вон жидкости добавилось ребят это собственно соку практически уже начинает курица готовится голосок надо повернуть жар поворачиваем опять ребят прошло небольшое время надо нам с вами борта смазать смазать будем вот таким образом поворотами чем хороший этот казанок мне понравился то имеет ручку можно его болтыхать в разные стороны как хочу время пришло уже дальше начинать готовить убираем жар и начинаем добавлять массу заправочку сначала вытянем из такси аккуратненько добавляем смотрите как скворчит обалденно а запах уже пошел изумительный сейчас пару минут и я включу прошло пару минут теперь надо с вами нам перевернуть наш цыпленок смотрите какая красота получается вот ребят кладем его на животик и начинаем остальным нашим раствором поливать ребят запах передать не могу это надо нюхать и теперь накрываем крышкой и готовим около 30 минут только убавим еще огонек на малом огне вообще я принципе сейчас на углях прошло 30 минут посмотрим что у нас там происходит ребят ухо запах какой обалденный ребят пора дегустировать и осмотрите какая красотища это шедевр кулинарии е-мое блин я пока ее доставал она меня развалился то я так и сейчас сложил в итоге получается она разваливается в том плане она приготовилась полностью но сейчас будем пробовать ммм ребята вкус смотрите какая штука я не знаю вкус неповторимый не надо еще ммм привкус даже непонятный такой не как на сковородке не как у нас шашлык я не знаю ребята чугун есть чугун ребят кому рецепт был полезен ставьте лайки кому нет без лайки подписывайтесь на канал всем удачи пока